Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! У нас сегодня мукбанг с роллами. Давненько его не было, действительно, наверное, даже больше месяца тому назад. Я очень соскучилась по роллам. Изначально вообще хотела заказать необычные роллы, которых никогда ни у меня, нигде не было, чтобы были какие-то интересные. Но в последний момент мне захотелось просто свой любимый сет. Как-нибудь обязательно на днях эти интересные роллы тоже закажу, но это видео тоже не помешает. Что у нас здесь? У нас Филадельфия, как эти назывались. В общем, я не знаю, как называются роллы до сих пор. Единственное, знаю, что вот это спайсы с креветкой, потому что они мои любимые. Вчера вечером мне пришло письмо от YouTube. Мне было настолько приятно. Это было такое хвалебное письмо от Google о том, что я прошла на YouTube большой путь. И я уже почти 6 лет как блогер. Прикиньте. Ничего никак не открывается. Прикиньте, 6 лет я блогер. Когда я начинала это все и начала снимать мукбанки, мне казалось, что это затянется максимум на пару лет. И потом актуальность моих видео, она упадет. Но я очень благодарна вам, что вы продолжаете меня смотреть. Несмотря на разные аспекты. Например, видео в одно время остановилось очень мало. Раньше, например, я снимала очень часто. Сейчас контента выходит не так много. Мукбанков, да и вообще. Мне, честно, искренне хочется поблагодарить каждого, кто на протяжении 6 лет действительно меня смотрит. Вот некоторые мне пишут в комментариях, как удержать интерес. Вот честно, вообще без понятия как. Но действительно сейчас у меня самые классные просмотры. То есть раньше мои видео стабильно набирали 30 тысяч. Кто помнит, смотрит меня давно, тот знает. Сейчас какое бы видео я ни кинула, это 100% больше 50. Ну, единственное, влоги всегда мало набирали. Мне кажется, главный секрет успеха в том, что у меня разговорный жанр и какие-то моменты из моей жизни вы знаете. И уже я для вас как какая-то родственница, как подружка, за жизнью которой вам интересно наблюдать. То есть вот эти посиделки, разговоры, они сближают. Может, даже частенько вы со мной не согласны. Или в каких-то моментах я вас злю. Что-то вам не нравится, то, что я говорю. Но вот эти разговоры, они очень сближают. Честно, я не считаю себя прям супер успешным блогером. Естественно, это не так. Но все равно мне очень приятно, мне льстит, что многие годы люди меня смотрят. И вот об этом было написано в письме, который я получила от гугла, что на протяжении вот длительного периода вас смотрят одни и те же аккаунты. И это очень приятно на самом деле. Понятное дело, что на мукбанках особо там миллионы аудитории я не наберу никогда. Но почему-то чем дальше, тем больше приходит осознание того, что этот канал я никогда не заброшу. И, возможно, мы с вами будем на пенсии тоже сидеть и обсуждать моих внуков. Надеюсь, что и тогда вы меня будете смотреть. Некоторые жалуются, что я в последнее время стала очень скрытная. То есть меньше рассказываю про личную жизнь, про личные какие-то моменты. я немножко повзрослела. Например, я скрыла видео с пранками. Я скрыла очень много видео. Потому что я смотрю эти видео, и мне стыдно за них. Вот честно вам скажу. Даже вот эти челленджи, они мне уже не нравятся. Сколько бы просмотров на них не было, сейчас ни за какие деньги эти челленджи снимать я не буду. с братом можно. Видели бы вы, сколько ест мой родной брат. Это, конечно, нечто. Очень много ест. Причем, знаете, у меня порой такое ощущение, что он не жует абсолютно. Он просто глотает еду. И вот с ним, мне кажется, было бы очень интересно снять челлендж, но понятное дело, кто выиграет. Филадельфия прям рыбка очень свежая, очень вкусная. Знаете, еще когда я это поняла? Я сняла видео распаковка Шейн, и там был чехол. И на одном из чехлов была буква Р. Чехол подходит на мой телефон. Я сначала думала, может просто ничего не говорить, а потом в комментариях началось. Р. Все помнят, как зовут моего бывшего. Я в шоке, что вы помните даже, как его зовут. Я-то не помню. Действительно, чехол был для его телефона. Причем даже два чехла было для его телефона. Мы с ним хорошо общаемся. Вообще не сторонник того, что при расставании нужно обливать друг друга грязью, ненавидеть друг друга. Порой, знаете, я поражаюсь, смотря на некоторые пары, которые вмиг просто становятся из родных людей, людьми, которые друг друга ненавидят. и я не понимаю, как это происходит, почему так происходит. Или, например, самый громкий развод там Бузова и Тарасова. И вот как вмиг Тарасов решил ее выгнать из дома с ее вещами, с собачкой, зимой, на улицу. По мне это очень жестоко. Когда-то ты любил этого человека. Вы были вместе. У вас были хорошие отношения. То есть, неужели нельзя, например, самому съехать, например, на съемное жилье, оставить ее в этой квартире пару месяцев, она найдет себе что-то и переедет. Например, условно говоря. То есть, иногда меня просто поражает жестокость некоторых людей при расставании. у меня с бывшим отличные отношения. Мы хорошо общаемся, поддерживаем друг друга. В последнее время даже слишком часто общаемся. у нас просто во дворе ужас какой-то. Он приезжает, оставляет свою машину на месте в моей машине и на моей мы едем кататься. Ну, не прям каждый день, но общаемся. Общаемся хорошо. И общались на протяжении всего этого года, когда мы расстались. То есть, мы расстались, получается, где-то месяц, может быть, два мы с ним не общались. Потом уже потихоньку, там, раз в неделю то общались, раз в 10 дней периодически. За этот промежуток он мне дарил цветочки, например, на какие-то праздники. Это было очень приятно. Я вам их показывала, эти цветы. Все спрашивали, от кого, откуда. почему-то все убеждены, что с бывшим дружить нельзя. это прям табу. Я так лично не считаю. я просто честно была в шоке. то есть, у меня все видео касательно бывшего, они скрыты. Я их не удалила, я их просто скрыла. Мне было удивительно, что все помнили, как его зовут по одной букве на чехле. все помнят, как его зовут. так, давайте поотвечаю немножко на вопросы, то я не знаю, о чем говорить. И тут одна девушка пишет. Айка, я тоже, как и ты, смотрю Дом 2. Последнее время он стал совершенно неинтересным. Вот смотря этот проект, с каким из героев ты можешь себя сравнить и на кого ты считаешь, что ты похожа характером. Жан-Су задает этот вопрос. Жан-Су, тебе огромный привет. Вы знаете, я с периодичностью смотрю этот проект, смотрю его достаточно давно и на мой взгляд раньше серии были гораздо интереснее. И это не потому, что сейчас появилось очень много контента и просто неохота смотреть Дом 2. Действительно, когда я включаю старые серии, мне становится очень интересно. из героев, кто мне нравится. По характеру в отношениях мне кажется, я очень похожа на Лизу Полыгалову. Я тоже вот так вот легко могу отпускать людей. Легко начинать какие-то новые отношения и не запариваться о прошлом. Просто такой небольшой совет для вас. Если вы хотите как-то восстановить свои отношения с бывшим, самое главное не бегать за ним. Вот тогда он сам обязательно вернется в 95%. Если вы просто отпустите человека в свободное плавание, не будете его доставать, писать, звонить, ставить грустные статусы, не плакать, не плакать, никого обвинять. Со временем, когда вам будет уже все равно, он обязательно объявится. Просто он объявится тогда, когда, скорее всего, вам это будет просто не нужно. но это обязательно произойдет. Это происходит всегда. Очень вкусные роллы. Я, кстати, забыла за них заплатить. Сейчас закончу кушать, переведу им денежку. А так со стороны просто виднее. иногда просто приходит осознание того, что, например, пять лет я мечтала об этом, что у меня есть сейчас. И мне становится так весело на душе. Мои слова, возможно, покажутся каким-то бредом. Но, действительно, раньше я просто мечтала о 10 тысяч подписчиках, которые прям стабильно меня смотрят. А сейчас у меня есть аудитория, у меня есть квартира, которую я купила за свои средства, машина, которую я купила. Сейчас опять я коплю денежку. Отчасти это, конечно, способности человека, но и отчасти есть люди, которым просто везет. И нужно это принять. И вот я могу отнести себя как раз не прям к везунчикам, вот прям мне прям супер легко все дается. Но, когда я что-то начинаю, обычно у меня это получается, мне как будто Бог, Аллах как будто помогает. Я не знаю, как вам это объяснить, но Бог мне всегда находит выход из любой ситуации. И в конце происходит так, как я хочу. Вот как я мечтала, так и происходит. Правда, цели и мечты я в своей жизни ставлю не особо большие. На этом все, мои хорошие. Не забывайте оставаться всегда позитивными, яркими, жизнерадостными. программируйте это в свою голову и все будет пучком.